Нескончаемые проблемы регионального оператора. Потребители жалуются на некачественную работу, а подрядчики отказываются сотрудничать с регоператором из-за долгов. С городского населения собирают порядка 70% оплаты. Вот только это не помогает нормализовать работу. Деньги уходят на погашение задолженности районов. Почему жители города Лан-Удэ реформа не это же потребует? Они должны оплачивать, вести нагрузку. Жители города должны рассчитываться за наши районы, за республику. Это же неправильно? Неправильно. Вот согласитесь со мной, но неправильно, да? Конечно. Житель города, почему он должен оплачивать где-то самое. Мы рубим сук, на котором сидим. В городе оплата пошла практически, мы за два года вышли на очень хороший уровень. С начала года в КГХ поступило уже почти 200 обращений. В списке главных жалоб, не вывоз крупногабаритных отходов и несвоевременная уборка мусорных контейнеров. Сейчас же опять график не выполняется. У дворников стоит в 10 часов. Он в 10 приходит, постоял 10-15 минут, машина не приехала, он ушел. Машина приезжает в 11-12, все на мусорил. У нас из-за этого мы только в прошлом году все это наладили. Опять мы это все похоронили. Хотя графики у нас, они утвержденные есть. Подрядчикам регоператор задолжал более 150 миллионов рублей. Вряд ли мусоровозки смогут продолжительное время работать забесплатно. Между тем у самого Экальянса может просто не хватить техники. Те сборы, которые на сегодняшний день производятся, они не позволяют нам покрыть текущую задолженность. Потому что расходы на перевозчиков ежемесячно у нас составляют порядка 52 миллионов. Сборы порядка 70. То есть с учетом всех расходов и обязательных платежей. На сегодня потребительская задолженность населения перед коммунальщиками составляет 655 миллионов рублей. По большей части это районы республики и неучтенные адреса. Правительство и городские власти всегда шли навстречу регоператору. В нынешнем случае планируют мотивировать работу компании другими методами. Давайте им поможем штрафами со стороны управления административного контроля. Чтобы управляющие организации и администрации районов могли обратиться в административный контроль. И соответственно, чтобы и тогда уже непосредственно кто находится на этих машинах, чтобы они понимали, что надо регулярнее, оперативнее обслуживать. Штрафы начинаются от 50 тысяч рублей и выше. До понедельника в Акальянсе должны разобраться с графиком работы мусоровозок и вывозом крупногабаритных отходов. По поводу задолженности, видимо, придется собирать заседание еще не один раз. Юлия Пермякова, Жаргал Цериндашиев. Новости дня.